всем привет мои дорогие ну что давайте сегодня затронем сразу две темы 2 в преддверии моего дня рождения она будет завтра но я не знаю когда я выпущу видео возможно она будет сегодня но возможно и нет очень много дел сегодня вот а я значит пола до обеда вот возможно завтра но и выйдет в как раз таки в день рождения 1 ноября мне исполняется 39 лет вот и тут вечером я решила подумать над ароматами на день рождения да какой бы парфюм я для себя бы выбрала как такой праздничный парфюм но нужно чуть-чуть так я оговорочку дам что я собираюсь отмечать собираюсь но я собираюсь отмечать вдвоем с мужем без гостей да вот поэтому здесь в принципе много ароматов каких-то ярких да ну и есть несколько ароматов которые возможно я бы не на прям торжество не надела но вот для дома ну даже для дома они в принципе да тоже яркие вот и еще у меня несколько раз был девочки запрос моё парфюмерное я я не стала снимать отдельным видео до про эту тему вообще надо как-то быстренько минут в 15-18 уложиться на видеоролик чтобы успеть все это дело загрузить смотрите уже рок изобилия торчит рок-рок вот значит я поняла что раньше у меня было пять шесть каких-то парфюмерных я сейчас из всей массы массы я смогла насчитать реально ароматы которые я считаю своим парфюмерным я на данный момент это два парфюма у меня есть новинки какие-то арабы да в основном последнее время я покупала но как-то они еще как сказать я их недоразносила поэтому про них я так прям не могу еще сказать да вот ну что мои дорогие приступим значит ну и первый аромат это сразу мои парфюмерные я это латафа или как он там не латафа ну я думаю что это асдаф да это такое дочернее предприятие латаф это андалип версия флора есть просто андалип он такой какой-то желто-синенький а это такой фиолетовый флакончик вот это андалип флора вот у меня где-то здесь я даже нашла первых ладно нашла и заставила всеми флаконы в общем у меня был отливант такого размера потом мне прислали отливант в 10 миллилитров я этот маленький то еще не до израсходовала 10 миллилитров у меня практически полный я понимала что куда сотку брать куда но с другой стороны понимал что я не могу без него и вот мне прям нужен этот флакон вот я хочу им обладать понимаете почему я считаю что это мое парфюмерное я этот аромат он и праздничный и хорошо подходит на каждый день на каждый день яркий но я люблю на каждый день и накраситься ярко то есть он как-то со мной перекликается да потому что я могу и вырядиться яркой волосы в розовый цвет покрасить и что-то там как-то макияж да там розовый фуксивый любой вот поэтому вот эта яркость на каждый день она для меня допустима значит здесь есть кстати лаванда и сейчас выписывала ноты девочки лаванда откуда какие лаванда значит на цветочные ноты восточные ноты фрукты то здесь как-то все так образно лаванда и сандал но я здесь слышу что меня именно здесь привлекает здесь есть легкий отголосок жевательной резинки он не такой прям жвачка жевачкой нет еле 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 такой вот прям отголосок то есть я так понимаю что вот эти вот цветочные ноты здесь для меня это ну я считываю как гордыния именно гордыния такая мягкая чуть-чуть сливочная вкусная такая гордыния и возможно какая-то груша есть рядом вот эта связка обычно дает такую на некую жвачность то есть в нем есть такая знаете как такая нотка наивности нотка детскости что-то такое милое да вот это вот связка она дает хотя белые цветы ну такие вот это всегда довольно ярко и хищно да вот но все это вместе вот вот эта нотка такая некая до жвачка она вот все таки дает такую детскость при этом здесь не заявлено в базе ничего про уд или что-то такое но я здесь слышу такую древесность которая она и не удовая она ну какая-то такая классная необычная то есть она вот дает глубины она немножечко так утяжеляет ароматы он не супер тяжелый такой средненький да и он дает и взрослости и какой-то стабильности аромату ну в общем здесь вот это все знаете так выровнена вот эта детскость с взрослостью да этот аромат и в то же время игривый и и сексуальный но немножечко вот немножечко и как будто бы это такое мое олицетворение люблю его просто безумно безумно и вам тысячу раз показывала и когда я села пять минут и когда я села выбирать чем же завтра мне значит воспользоваться и я ловлю себя на мысли что у меня флаконов 500 400 300 не знаю много очень много девочки а вот рука вот к одним и тем же последнее время тянется понимаете так вот второй сразу покажу естественно который я ну скорее всего даже выберу завтра на свой день рождения и это мое второе парфюмерная я больше на данный момент я не могу назвать таких ароматов и это снова араб девочки да это дохаб каджал он мне тоже пришел сначала вот знаете одинаково да что андали флора пришла мне в пяти миллилитрах в отливанте потом в десяти потом полная версия сотка что здесь мне пришел в оригинальном таком золотистом да ну кто помнит просто я уже не стала здесь не стала уже доставать это уже потом я покупала в общем сначала в пяти миллилитрах мне в таком же объем чеки прислали потом я сама уже на рандеву заказала в десяти миллилитрах и потом я поняла что я не могу без флакона и придется раскошелиться сюда два араба ну ценовая политика разная да этот считается все таки как такой бюджет бюджетович а это уже мы относим к ниши вот такая нишевая парфюмерия арабская ниша здесь что заявлено здесь тоже заявлены фрукты кто-то сравнивается кирки вот но для меня это мягкий немножечко такой же сливочный аромат в базе здесь фрукты яркие классные здесь фрукты какие-то такие тропические такие они папайя манго что-то такое конечно мускус конечно для кого-то зубодробительный какой-то супер невозможный мускус на мне он раскрывается мягко с сливочной нотой но в целом аромат мускус то я слышу ну вот что-то в базе плюсом еще раскрывается вот так вот нежно и и вкусно но я не скажу что жевач щит да но вот тоже что-то такое притягательное в нем есть ярче чем предыдущий праздничный чем предыдущий просто вот вдыхаю и все я понимаю что вы знаете заберите все оставьте мне только этот аромат ну вот честно и вчера даже я прикоснулась к пульвику пальцем все у меня полчаса пальцы пахли то есть стойкость конечно феноменальная но вот эти два аромата как всегда неизменны да хотя может быть когда-то что-то поменяется ведь раньше у меня те были ароматы когда я там считала что эй вам через моя парфюмерная я это в оконцовке ты поменялась а это было лет пять да я думала что это никогда не поменяется нет сейчас ни один аромат из про из прошлого не которые раньше думаем парфюмерным я не вошел в эту подборку дальше девочки самый дорогой я так подозреваю аромат моей коллекции который на ютубе я вам не показывал мы в целом наверное вчера только позавчера засветила на в телеграм-канал встретим из синяк зараза он прям прям видимый такой да ладненько это это био или как она там называется это килиан девчонки килиан значит мне не нужен принц чтобы быть принцессой я подумала почему бы и нет почему бы его не нанести как самый дорогой аромат в коллекции вот такие вот шарики уже не выпускаются я посмотрела на фрагрантики аромат был выпущен в 2018 году мы тут значит сейчас они такие просто в прямоугольничках выпускаются и мы тут выясняли чем же они отличаются вроде как здесь есть роза но я посмотрела здесь нет розы вот я думаю что то плюс-минус одно и то же просто перевыпущенная версия сейчас прямоугольничка когда и здесь нотка маршмеллоу да и вот она такая более именно больше всего слышу именно маршмеллоу здесь сладенько вкусненько классненько этот аромат падал этот аромат падал разбивался разбивалась полностью вся крышка и бился немножечко пулей который какое-то время подтекал в общем я здесь все заклеивала в общем очень жалко но он тяжелее написать и такая такая ерунда то упала вообще ужас и главное флакон сам не разбился повезло очень красиво смотрите здесь есть маршмеллоу но он это низ это сладко это сладко кстати я покупала принцессу не советовали версии шейк я ее разбила нечаянно кстати эти принцессы разбиваются да там она более сладкая вот версии шейка ну шейк всегда так утрируют да там прям вот ну сладость сладость здесь есть игра здесь есть лимончик зеленый чай но ты так это все не ощущаешь но ощущаешь вот эти вот какие-то более такие какие-то свежие нотки очень красивый красивый какой-то ну не древесный да здесь особо нет древесных каких-то нот ваниль бензоин написано да ну не знаю жасмин яблоко есть еще гелиотроп ну вот что-то очень красиво такое древесное в нем есть стойка шлейфово что-то притягательное до невозможности сладкая но не настолько вот как было у меня в шейке то есть ну не прям очень сладко то есть такое девочка вы вкусненький потрясающий ароматик можно в принципе да и воспользоваться и им даже дальше девочки я решила думала что же что же что же так у меня почему-то зарядками ладно потом я решила воспользоваться давайте быстро чем-то из сетевых ароматов ну и самый такой праздничный из всех там эйвана рефлеймы и что там фаберлик все-таки это рефлеем giordani gold сенза очень красивый раньше для меня он был просто потрясающей красоты пока я познакомилась с другими более красивыми ароматами да я им давно не пользовалась поэтому я решила может быть воспользуюсь стойка классно вкусно немножечко этот аромат отдает белым виноградом здесь есть апельсиновый цвет значит здесь есть древесные ноты по моему бергамот или что-то такое здесь в старте и вот он такой красивый цветочный плотный в меру немножечко сладковатый хотя я как-то смотрела на него обзоры очень многих он душит но для меня он совершенно не удушающий но он такой праздничный вот это аромат прям праздник ой какой он красивый здесь прям действительно именно белый виноград цветах вот этих белых цветах потрясающее звучание классно дальше девочки супер яркий супер классный но не такой сладкий как предыдущий хотя они не прям сладкий но вот чуть-чуть посвежее если брать то это робарта ковали парадиза азура это первый аромат из этой всей линейки до которые я вслепую вообще заказала вскрыла и просто влюбилась это так красиво огромнейшая пирамида шикарное звучание здесь торжество праздник вообще потрясающе шлейф громкость невероятно здесь вот есть лаванда я ее слышу ну кстати когда его только заказала я как-то и не поняла что из лаванды ну понимаете здесь есть еще и водные ноты до водянистые нотки и поэтому все вместе я думала что такие водные ноты такие холодные такие они пронзительные такие чистые красивые почему лаванда бергамот и танжерин это у нас старт огромная пирамида водные ноты это сердце значит жасмин яблоко тубероза персик розой и завершает у нас кипарис кашмировое дерево сандал амбер вуд и ваниль ну молекулярность какая то есть да вот это вот все то есть здесь и и водные ноты и цветы и фрукты но такие какие-то яблочко да которая освежает немножечко может быть какую-то кислинку дает в общем это очень красиво вот он считывается что в нем есть водные ноты но это не свежак на лето это торжество это такое что-то пышное красивое в общем возможно и даже да то есть я выбираю между как бы вот моими парфюмерными я но я понимаю что сколько можно и конечно же скорее всего что-то другое выгуляем так что у нас девочки еще осталось angel nova почему бы и нет малина роза кстати я думала что здесь есть почули в базе но как оказалось нет так angel nova малина личи роза в сердце акигава вуд бензоин в завершении почему-то я думала что этот аромат немножечко почулит возможно акигава вуд как то так ну то есть я и говорила что здесь как будто бы есть почули но совсем капельку возможно именно так как и акигава вуд значит звучит явно малиновый цветочное сердце цветы немножечко припудриваются в сердце и вот такая вот красивая древесность стойко шлейфово ну так вот он миленько тоже знаете фруктовенько одну про про малинку кстати личи я здесь не очень сильно слышу и слава богу дальше пинк буат вы знаете нашла от ливан пинк буа я думаю что это снятый аромат за бешеные деньги про малину и проводку как будто бы вы купили водку купили свежие свежие много малины даже наверное один один к двум да то есть водки там литр и пол килограмма наверное ну половину да имею ввиду малину прямо туда погрузили и вот она уже так настоялась но еще там она не забродила она такая довольно на довольно сок пустила в эту водку да то есть она еще такая свежая вкусная классная сладенькая но он тоже такой немного детский как детский с водкой аромат да но я имею ввиду вот эта малина и здесь достаточное количество он такой игривый игривый позитивный пьяненький вот аромат дико дорогущий но для меня блин ну малина с водкой не может стоить там тысяч двадцать за пятьдесят миллилитров еще и попробую найти этот аромат он я так понимаю снятый да в общем это такая розовая змея да как ее называют стефан номер лука или как его там вот тоже как-то я загорелась даже пошла смотреть где что купить ну очень дорого вот храню берегу этот пробничек и вот возможно кстати не стойко ставьте не стойко вот то есть его прям где-то раз два часа нужно обновлять представляете за какие-то деньги но в общем я храню да буду пользоваться а вот кстати разгребла флаконы вот моя лата фандалип флора первая которая мне пришла от меня подписчица все прислала вот потом еще мне присылали 10 миллилитров и я поняла еще вот это не израсходовала 10 миллилитров вообще практически не тронуты я поняла что мне нужен флакон обожаю дальше девочки но очень много мне здесь тоже в том числе фруктиков или вильгель парфюмери манго скин у меня есть в 8 миллилитрах такого travel travel версия сайта рандеву у меня есть манго скин версии шейк и знаете даже возможно шейк на мне но мне чуть чуть лучше раскрываться как лучше насколько я читала отзывы манго скин в сердце в цветах он запудривается я не знаю как сейчас давно не носила но оригинал на мне не запудривался а версии девочки поправочка на руке я вот шикнула в итоге запудрился этот парфюм видимо настоялся есть вот в этой фруктовости понимаете вообще здесь манго корень ириса жасмин ваниль розовая глазури почули но не так запудривается в версии шейк это больше каких-то цветов и цветы в сердце вот прям так женственно так красиво запудривается это такой чуть чуть более игривый ну такой уж пудры нет немножечко что-то такое есть химозная пластиковая в этом аромате но я его вообще люблю я его я с ним познакомилась в слепых за тестах я думала боже мой что это классно я почему-то даже подумала что здесь есть вишня я его представила знаете так себе красного цвета надо заканчивать вот но решила что может быть шейк будет по как-то запудриваться как-то так по благородней до звучать но решила нет это все-таки день рождения все-таки пускай буду в нише а вот очень классный аромат тоже позитивный яркий такой шлейфовый красивый аромат дальше парфюм с демарли делина но версия ля роуз ненавижу практически можно сказать ненавижу версию делина душит меня это связка личи роза просто не могу здесь тоже связка основная это личи роза но здесь есть и бергамот в старте и розовый перец да есть роза есть водные ноты все-таки этот аромат чуть более такой свежий разбавленный воздушный такой более летящий вот эти розовые розовый перчик значит щекотит вам носик да значит личи груша есть еще да то есть как бы кроме роза личи здесь еще добавили грушу которая все-таки тоже немножечко разбавляет их смягчает аромат ну как смягчает прозрачнее делает да пион также есть мускус древесные ноты и даже ветивер базе вот этот аромат версия ля роуз обожаю вот насколько душит меня классическая насколько обожаю версию ля роуз но может быть когда-нибудь разживусь флаконом я бы с удовольствием до девочки я бы с удовольствием вот значит последние два аромата я вам покажу амуаж blossom love розовенький красивенький мне кажется год назад или в двадцать третьем году летом у мужа был день рождения я выгуливала на его день рождения этот парфюм и он очень плотный он очень красивый во дворе жарили шашлык вот этот костер мясо да и я вышла и муж говорит даже костер уже не пахнет пахнет в твой парфюм он настолько такой заполняющий красивый даже на улице значит что в нем в этом аромате нектар вишневого цвета здесь розовый ликер здесь амаретто я его не ощущаю таким каким-то прямо алкогольным но он такой вкусный густой ваниль да здесь баба там баба банка замша вот он такой он и цветочный он и с легкими фруктовыми включениями то есть это не вишня да это все таки какой-то нектар вишневого цвета очень красивый но я не скажу что он супер праздничный но аромат красивый так как он дорогой он у меня в 8 миллилитрах так как я его храню поэтому куда его еще выгуливать как не на праздник да ну и в целом амуаж вот и ну стойко шлейфово почему бы и нет женственно красиво вкусно и последний аромат покажу нарцисо родригес это муск нуар роуз версия роуз у меня есть в полном объеме в 50 в общем во флаконе да хотя бы в оригинальном муск нуар классический первый до веры первая версия это уже как фланкер вышел роуз версия тот аромат более сладкий это аромат про сливу да муск нуар слива муску значит это слива такая томная вообще такой какой-то такой вечерний какой-то барный да в бар куда-то сходить аромат он такой немножечко соблазнительную нуар да называется нуарный а здесь версия чуть-чуть по разбавленней за счет розы роза такая не не какая-то такая такая бордовая такая маслянистая такая более свежая да и очень еще более шлейфово аромат становится за счет этой розы и вот не такой он как бы томный да не такой он сладкий не такой он густой в общем мужу моему очень понравился этот аромат стойкость просто великолепная здесь также есть слива здесь есть вот эта роза великолепно здесь есть знаменитый узнаваемый родригесовский мускус это очень шлейфово это очень стойко муж его похвалил я даже задумывать все таки наверное придется покупать флакон вот потому что я сначала не хотела думаю какая разница здесь слива там слива здесь подумаешь розочку добавили но вот как-то он и по настроению в носке действительно другой аромат и другое впечатление да так телефон звоню то есть разнятся все таки ароматы разные не в носке разные впечатления не производят и к комплименты и комментарии до от людей абсолютно разные поэтому даже подумываю заказать но для домашнего такого до времяпрепровождения это женственно это стойко это красиво то есть вот нанесла вообще-то не думаешь пахнет от тебя все еще или нет то что сто процентов пахнет и тем более что мы будем вдвоем с супругом и он этот аромат очень очень оценил хочется не только себя порадовать да ну и в общем то не задушить рядом супруга поэтому возможно и этот аромат в том числе я выгулю в общем на этом все мои дорогие это все ароматы которые я выбрала на завтра ну и сразу вам показала парфюмерная я свое да ну вот на данный момент их два флакона всем спасибо за просмотр до новых встреч пока пока